Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Как всегда, я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлюсь с другими интересными фактами. Мы начинаем. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможен мокрый снег. Днем температура воздуха составит 3 градуса тепла, ветер с западного направления скоростью до 5 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В выставочном зале университета имени Франциска Скорина открылась выставка фотографий под названием «Цифра мыла». Профессиональные фоторепортеры и фотолюбители серьезно отнеслись к выбранной теме – нерезкой фотографии. В процессе создания работ авторы использовали самые разные способы съемки и технические приемы. На выставке до 20 февраля можно увидеть около 60 работ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во дворце Румянцевых и Паскевичей к открытию готовится выставка «Музею with love». Она станет своего рода презентацией новых экспонатов, для которых музей стал домом в 2019 году. На выставке представят лучшие из поступивших предметов. Среди них – палеонтологические находки, документы, предметы быта и не только. Статус музейных апрелей – вещи, преподнесенные музею коллегами и партнерами в день столетнего юбилея. Многие из экспонатов уже заняли свое место в музейных экспозициях и стали частью интерьеров дворца. Открытие выставки состоится 6 февраля в 16.00. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В музее истории города Гомеля откроется выставка современной каллиграфии и леттеринга. На ней будут представлены работы двух дизайнеров по современной каллиграфии и леттерингу, а также блок прикладной каллиграфии. Авторы – Елена Григорьева и Мила Романова. Открытие 8 февраля в 15.00. А в тот же день, часом позже, будут проведены мастер-классы по каллиграфии. Каждый желающий сможет создать уникальную валентинку своими руками. Музей экспериментальных наук продолжает работу в стенах Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Здесь можно найти приборы и устройства, которые покажут самые разные явления природы. Все экспонаты не только можно, но и нужно трогать руками. Только так получится открыть для себя такие механизмы, как волновой маятник, мост да Винчи, маятник Ньютона, трансформатор Теслы и еще много чего интересного. Этот проект также помогает узнать, как работают законы физики, познакомить с принципами действия технических устройств. И не только. Приходите, экспериментируйте и получайте незабываемые впечатления. 22 февраля в Гомельском технопарке будет проходить хакатон «Создай свой проект». Это 8-часовый интенсива, во время которого команды будут работать над созданием собственного чат-бота и его последующей презентации. Участниками мероприятия станут ребята в возрасте от 14 до 17 лет, которые интересуются IT-сферой. В рамках программы предусмотрены также мастер-классы по дизайну и копирайтингу, созданию чат-бота и презентации проекта. Далее о музыке. Гомельский государственный колледж искусств имени Соколовского приглашает проникнуться атмосферой лирики, романтики и насладиться вокалом. Уже сегодня любителей классики порадует музыкальная программа «Сокровищница мировой оперы». Артисты исполнят самые известные оперные арии. Такие концерты собирают полные залы и завоевывают сердца гомельчан и гостей города уже не один год. 8 февраля в Гомеле будет проходить второй открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс «Промень». Он будет включать конкурсные выступления и галоконцерты с награждением победителей. К участию приглашаются не только профессиональные коллективы, но и любители. В состав жюри войдут и известные артисты, а также педагоги, режиссеры, руководители коллективов, деятели искусств и культуры. Им и предстоит определить лучших исполнителей фольклора. Обладателю гран-при достанется сертификат на участие в одном из концертов гомельского фольк-проекта «Ягорова гора» и ценный приз «Портативная аудиосистема». Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов. А появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй цыганка». За 10 лет театрам создано множество ярких номеров. В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. В День влюбленных «Джипси Бэнд» приедут с единственным концертом в «Гомель». Поздравить артистов с юбилеем можно 14 февраля на сцене городского центра культуры. Для всех влюбленных артисты Гомельской областной филармонии готовят концерт под названием «Обыкновенное чудо». Песни о любви прозвучат 14 февраля со сцены «Белой гостиной». Романтичные песни и незабываемые хиты исполнят Константин Горошко и Александр Пономаренко. Концерт обещает стать не только красивым праздником, но и замечательным подарком. Дарите близким счастливые мгновения, а вместе с ними отличное настроение и яркие впечатления. К другим интересным новостям. Чуть менее полугода назад в берлинском зоопарке родились близнецы панды. И совсем недавно их впервые показали публике. Для первого показа малышей было подготовлено специальное закрытое помещение, из которого убрали все лишние предметы. В центре установили бассейн. На панд были направлены объективы десятков камер. Но это не помешало им резво бегать по вольеру под чутким присмотром мамы. Эти близнецы стали первыми пандами, которые родились в Германии. Как и их родители, детеныши принадлежат Китаю и не имеют постоянной прописки в берлинском зоопарке. Животные тоже не против полакомиться вкусной едой. Особенно не устоять, если ее предлагают от чистого сердца. В сети набирает популярность ролик, в котором жадная белка проявила весь свой характер. Автор видео заметил за окном белок и решил устроить им угощение из семечек. Он поставил на подоконник тарелку и открыл окно. Долго ждать не пришлось. Обитатели леса быстро сориентировались в ситуации. Одна жадная белка сразу приступила к трапезе, но, правда, не собиралась делиться. На голодный взгляд своего собрата она ответила категоричным отказом. Наверняка уже научно опытом, что просто так семечки в тарелке предлагают далеко не каждый день. Тело человека. Познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации, конечно, профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Добрый вечер, Гомель! Это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании Гомель. Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Рабочая неделя в самом разгаре, пусть она пройдет легко и спокойно. Желаю удачи и только хороших новостей. Корректор А.Кулакова